Линия фронта в Харьковской области остановилась. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Несмотря на то, что в районе Купенска продолжаются позиционные бои, продвижений российской армии там нет. Путину все-таки надо оправдать эту силу. Он понимает, что он уже в Лиспо самое не хочет. И ему нужна Донецкая, Луганская область. Все. Точка. Дальше он понимает, что никакого Харькова ему не видать. Конечно, если бы где-то там в Харькове или в Сумской области у него были, ну вдруг мы там проспали, открыли ему дорогу, конечно бы они там поехали дальше, уничтожать наши поселки, города и так далее. Но именно в стратегическом плане, в политическом плане ему нужен вот этот успех для того, чтобы потом резко остановиться и всеми возможными и невозможными способами договариваться, не стрелять, договариваться про него. Согласно данным украинского генштаба, на Лиманском направлении армия РФ осуществляла попытки штурма украинских позиций вблизи Макеевки, Торского, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Также на этом направлении армия противника использует кабы для нанесения ударов. Не прекращаются попытки атаковать позиции ВСУ и на Краматорском направлении недалеко от Часового Яра и Ивановского. На Торецком направлении российские оккупанты увеличили количество штурмов. Наиболее обостренная ситуация вблизи Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Неспокойно и на Покровском направлении. Там войска Федерации продолжают атаковать в районе Восдвиженки, Новоалександровки, Желанного, Калинового, Веселого и других населенных пунктов. Силы обороны сдерживают натиск противника. На все позиции абсолютно одновременно волна за волной шли вот эти 5-6 человек, где 10 человек. Затем они очень активно использовали, используют на сегодняшний день мотоциклы в момент выдвижения на линию боевого соприкосновения. И таким образом они надеются проскочить наши пивидроны. Естественно, с артиллерии по одинокому мотоциклисту стрелять не будем. Но опять же, пилоты их, скажем, выстрелили в этих маневрах и очень успешно мы их уничтожаем. Тем временем в Херсонской области украинские морские пехотинцы уничтожили блиндажи захватчиков ударными дронами. Об этом военно-морские силы ВСУ сообщили на своей странице в Телеграм и поделились видео работы бойцов 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты БМС. Не здоровятся российским оккупантам и в районе Курахова. Украинские десантники сдержали два штурма на этом направлении, а войска противника понесли значительные потери. Первая колонна российских военных из одного танка и битвы БМП пыталась атаковать украинские позиции. В результате четыре боевых бронированных машины были уничтожены, одна повреждена, а танковый экипаж сбежал с поля боя. Захватчики пытались во второй раз штурмовать, однако их снова постигла неудача. 32 погибших, 26 раненых. Такой итог попытки прорыва для российских военных. У захватчиков почти не осталось сил на масштабные атаки на юге. Несмотря на малую штурмовую активность на этом направлении, противник продолжает наносить артобстрелы, авиаудары и изредка использует для атаки беспилотники. Украинские вооруженные силы отвечают российским военным ударами с дрон. Украина продолжает наращивать свой боевой потенциал. Согласно данным Института изучения войны, Министерство обороны подписало соглашение с оборонными предприятиями для производства нового оружия и ударных беспилотников. В отчете идет речь о контрактах на сумму около 5 миллиардов гривен. Тем временем, 1050 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за прошедшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения России потери армии захватчиков составили более чем 585 тысяч, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили 4 российских танка, 8 боевых бронемашин, 39 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 36 беспилотников. А еще поразили более 50 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом.